Я дал такую большую рамку нашего курса. Московский институт психоанализе является аккредитованным институтом Европейской транспарциональной ассоциации. Поэтому программа 510 часов. У нас 19 студентов в этом году по этой программе, мы же 100 раз ее даем. Она является частью большой международной программы одновременно Европейского сертификата по психотерапии. Это высший сертификат и самая такая масштабная обучающая программа в Европе. И преподаватели этой программы, Ирина Зингерман, Герман Карельский, Екатерина Худобина, я, мы все являемся выпускниками этой программы и носителями этого сертификата. Мы преподаем эту программу. И эта программа создавалась много лет. Я у самых истоков этой программы участвовал в формулировании. Она находится в полном соответствии с программой Европейской ассоциации психотерапии. То есть те же самые критерии, тот же самый профессиональный уровень. И я сейчас с большим удовольствием показываю вам вот этот вот сертификат. Вот так он выглядит. Сертификат. Европейский сертификат по трансперсональной психотерапии. Написано, он присуждается тем людям, которые полностью закончили программу, сдали все экзамены, удовлетворяет всем критериям, прошли личную терапию, супервизию, прослушали все курсы, сдали все зачеты, в том числе наши 510-часовые курсы. В этом году у нас два выпускника из России. И первая выпускница, она закончила тоже программу Московского института психоанализа и затем стажировалась у Германа и меня по программе пневмосинтеза серединного пути дыхания. Это основное было направление ее работы. И я с большим удовольствием вручаю этот сертификат европейского психотерапевта или психотерапевта европейского реестра Наталье Фирстовой. Давайте ей поаплодируем. Это большое событие, Наташенька, Наташенька, выпускница наша, и этот сертификат теперь у нее. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Я просто зачитаю, у нас еще есть Елена Ляхова, она тоже закончила нашу программу с Германом. И тоже вот это ее сертификат европейского психотерапевта. Она сейчас находится в Германии, но скоро приедет сюда. И я вручу ей этот сертификат. Так что то, что вы читаете на сайте, то, что говорим вам, это подтверждено этими документами. Каждый из вас имеет эту возможность стать европейским психотерапевтом. И, как вы знаете, вы проходите базовый курс, 510 часов, и потом можете специализироваться. Вы можете специализироваться по программе процессуальной работы у Ирины Зингерман, пройти все необходимые этапы и в завершении получить сертификат Евротаз. Вы можете специализироваться по программе Германа Карельского, дыхательной практике, например, его индивидуальная программа и трансперсональная телесная терапия. Вы можете по моей программе специализироваться. Такая моя авторская программа, это изначальная психотерапия, древние практики заботы о душе. Я веду ее на нескольких площадках, включая Москву. Вы можете специализироваться по нашей общей с Германом программе, к ним на синтез середины путь дыхания. Вы можете специализироваться в программе Екатерины Юрьевны Худобиной, трансперсональная NLP. Вы можете выбрать МИКСТ, то есть там, там, там и там допускается и такого рода в соответствии с форматом европейского сертификата. То есть, получив ввод на 510 часов, где понемножку это все затем составить такую индивидуальную программу с акцентом или равномерно охватить наши профессиональные поля и пройти семинары. Так что, пройдя базовую программу и даже не закончив ее, одновременно вы можете уже продолжать обучение по программе европейского сертификата. Вот такие перспективы. Можно еще насчет перспективы? Да, пожалуйста. Я хочу просто, пока еще мы не начали, сказать еще об одной перспективе, которую как раз очень хорошо можно продолжить. Для тех, кого интересует это, я являюсь профессором Международного университета фундаментального обучения и запроса. Кафедры именно трансперсональной психологии и психотерапии. И это международный университет, который имеет не только европейскую, но и американскую аккредитацию. И в принципе можно защищаться, защищать на бакалавра, магистра, PHD и грандоктора. Вот я являюсь членом Международного высшего ученого совета, и мы очень активно, в общем-то, эту тему продвигаем. И я сама там защитилась на грандоктора в 2010 году. И считаю самым большим своим достижением это то, что мы включили в реестр специальностей, которые защищаются там, именно трансперсональную психологию. И там, по-моему, то ли 13, то ли 15 наименований. Так что есть возможности, это очень, на мой взгляд, интересные возможности дальнейшие для развития. Можно я покажу сейчас? Я просто хотел сам показать, но покажи ты. Ира, главный редактор этих трансперсональных журналов. Я еще руководитель отделения Балтийской педагогической академии. И мы регулярно выпускаем сборники трансперсональные. Вот то, что самое последнее, это один номер, второй номер. И я не просто хочу, так сказать, вам показать, но я думаю, что, может быть, есть смысл в электронном виде их вставить на наш сайт. Потому что выпускать, ну, в материальном, как говорится, проявлении, это, ну, вы сами понимаете, при наших условиях довольно сложно. Но здесь очень много интересной информации. Причем информация, которая, как вам сказать, имеет и дискуссионный характер, и рассматриваются самые разные вещи, связанные с трансперсональным опытом, с трансперсональным творчеством, какие-то фундаментальные исследования. То есть, в принципе, это есть. Так что, ну, те, кто будут на моем мастер-классе, я просто выдам свою визитную карточку. Но я хочу сказать, что вот у нас мы очень давно, да, с какого времени мы уже? Ну, много. Тоже мы были. Точно до 99-го года, года создания ассоциации, мы там уже сотрудничали. Нет, мы еще где-то 93-й, 90-й. Когда я была в Индии после защиты кандидатской, мы уже были. Я очень хорошо помню. Потому что я приехала и как раз танцевала танец Шивы, показывала как раз на какой-то... Вот, но я хочу... Я сама помню. Я помню, потому что мне еще в это время подарили два мяча, которые я сначала видела в медитации, будучи в Индии. Когда я приехала, мне как раз подарили эти два мяча. И потом так получилось, что кто-то сидел на конференции, говорит, ну вот-вот тут вы все говорите, говорите. А, мол, типа, не слабо ли вам показать? Я говорю, Володя, музыка есть? Володя говорит, да, такая мягкая. Я говорю, пойдет. И пошел вот тот самый момент творчества, который связан с танцем как проявлением танца Шивы, танца жизни. И это очень интересная вещь, потому что... Вот, извини, я перешла, наверное, немножко уже постепенно в безумие. Постепенно, да. Мы не заметили, но уже процесс начался. Да, процесс начался, но я хочу вам сказать, лично у меня был собственный опыт такого некоего состояния безумия, когда я должна была танцевать танец Шивы. И перед этим я там училась, там это все было, мистический такой момент был, но дело не в этом. Вот я должна выступать. Перед этим я танцевала классический танец, я училась. И меня часа три, значит, гримировали, я посмотрела на себя в зеркало, я себя не узнала, но, по крайней мере, я была женщиной. А когда, после того, как я, значит, выступила, мне говорят, быстренько-быстренько вас сейчас должны загримировать для танца Шивы. И мне сказали, закройте глаза, потом откройте глаза. И когда я открыла глаза, я начала искать себя. Потому что, смотрю, сидит мужик такой, знаете, брутальный. И я, значит, еще думаю, а где Курис-то? Причем это вам сейчас смешно, мне тогда смешно не было, абсолютно. Я, значит, еще думаю, господи, сейчас же выступать надо. А мне еще надо спуститься вниз, потому что, ну, артистическая на втором этаже была, а сцена, соответственно, на первом. И я помню, приходит мой учитель, он был меньше меня ростом. Я тоже, конечно, не гигант. Гигант, он приходит и так вот смотрит на меня, я ему говорю, что учитель, я не понимаю, где я, где я нахожусь, где земля, где воздух, где правая сторона, где левая сторона. В общем, то состояние было, он так на меня смотрит, вот эти черные глазки, белый костюм, он весь в белом, черные глаза и белые белки, знаете, такие вот. В общем, состояние еще то. И он так говорит, я в жутком состоянии. Я, честно говоря, я считала, что я совершенно, вот, когда я каким-то образом спустилась, строя линию центрирования на каждую вот ступеньку, и потом у меня уже было, собственно, выступление. Мне сказали, что я там переполошила весь оркестр, потому что я, видимо, вошла в это состояние, вернее, дух шив вошел в меня, и у меня было там какое-то свое творчество, на что мне потом мой учитель сказал, что это был настоящий шиво. После этого я совершенно поняла одну вещь, что настоящее творчество, оно напрямую связано с безумием. Но это безумие, это не то безумие, и это не клиническая шизофрамия. И это не клиническое безумие, это безумие, когда через тебя кто-то идет, и самое главное, знаете что? Не бояться. Вот очень многие люди во время медитации, когда у них вот вход в это состояние, вот они идут туда, потом говорят, ой, вот так хочется войти в это состояние, но вот, а потом раз, и у них не получается. Знаете почему? У них страх. У них просто, я бы сказала, животный страх. А вот трансперсональные практики, любые, любых модальностей, они дают возможность уйти от этого страха, потому что медленно, наверное, вы расширяете границы психоэмоциональной, психофизической устойчивости. И у вас страх, он как-то постепенно, знаете, как-то вот так отодвигается, отодвигается, и потом вы себя совершенно нормально чувствуете в том состоянии условного безумия, которое является таким состоянием для людей, не занимающимися этими вещами. Так вот, наши практики и дыхательные, и психодвигательные, и понимание самого процесса, и сути этого, имеют очень важное значение. Поэтому я вам советую всегда и желаю быть очень смелыми и не бояться этих вещей. И выполнять просто надо четко выполнять технику безопасности, о которой, как я понимаю, говорят в любом случае, в каждой модели. Ирина входит в состояние, когда танцует, когда смотришь ее танец, по крайней мере, когда я смотрела по моему, он был 94-й, что ли? Тише, тише, я хочу немножко, потому что тут совсем уже все пошло, потому что, ну вот, мы с Виктором Федоровичем Петренко ведущие, а то все просто у нас вытащили из его, вроде бы так потихонечку, музыка. Ирина стала информировать постепенно, потом сошла с ума, стала вещать, танцевать как Шива, Шиву, как известно, в мешке не утаишь. И потом пошел полный беспредел, то есть женская прекрасная половина человечества захватила власть. Верно. Верно мужчин, хотя нас большинство за этим круглым столом. Я просто прошу немножечко вот, ну вот, вернуться к началу. Во-первых, здесь есть... Что сейчас захватило? Да, здесь есть... Нет, мы обозначены ведущими. Ваша власть будет завтра, дорогие. Значит, мы... Во-первых, здесь все студенты уже собрались. Вот большинство из вас отсутствовало. А пока вы отсутствовали, произошло великое событие. А именно, награждение сертификатом Европейской Ассоциации Психотерапии бывшей учащейся программы 510-часовой Натальи Фирстовой. Позовите, пожалуйста, Наташу с сертификатом. Там у нас сидит за столом еще раз, чтобы просто... Чтобы обязательно с сертификатом пришла, потому что у нас кворум. И показала себя. Наташа закончила 510 часов и прошла специализацию, и получила... Я ей только что вручил, в ваше отсутствие, ну уж извините, сертификат Европейской Ассоциации Психотерапии. Наташа, поаплодируем еще раз. Вот это сертификат Европейской Ассоциации Психотерапии. Часть этого сертификата является программа, которую вы, студенты, проходите. Спасибо большое. Теперь вот... Ну вот поскольку мы обсуждаем безумие творчества, у нас много лет назад, по-моему, в 2000 каком-то году, ну, была даже конференция на эту тему безумие творчества. И мы, ну, три дня сходили с ума. Все ассоциации вместе с всеми учащиками. Для того, чтобы поддержать эту хорошую традицию, ну, а также историю человеческую, потому что вот я в пленарном докладе говорил о том, что согласно некоторым исследованиям, у истоков европейской цивилизации стоит глобальная шизофения, по крайней мере, исследования греческого мира, древнеиндийского мира, дают основания для такого рода гипотез. Я предлагаю немножко, ну, поиграть в контролирование безумия. То есть не совсем сойти с ума и войти в сознание, как рекомендуют некоторые. Да, вот, а дальше уже тренд-трава, и что будет, то и будет. Это тоже возможно, но мы пока от этого воздержимся. Нужна, я считаю, что для этого опыт и соответствующая подготовка. А вот немножко поиграть можно, я считаю. И вот можно, например, начать потихонечку сходить с ума, представить себе, что все мы находимся на одном корабле, который плывет вот туда, навстречу неизвестному. Такие корабли существовали в истории Европы. Они назывались «Корабли дураков». Ну, об этом известны произведения Себастьяна Брандта, например. Туда помещались дураки. Матросов и штурманы им не давали, просто вот плывите куда хотите. И мы такой экспериментальный сюжет на семинарах по безумию творчества тоже проигрываем. Такая большая рамка семинаров. И вот на этом корабле, условно говоря, команда почтенных членов президиума, мы все члены президиума ассоциации. И каждый может придумать, вот, члены президиума себе такое рабочее имя на время этого круглого стола. Я могу быть шизовиком-затейником. Я говорила о шизофрении там, да? Шизовик-затейник. Вот, Ире я предлагаю Шиву, конечно же. Танцующий Шиву. Там Шиву в мешке не утаишь, там русская народная пословица. Ира там проявилась уже как Шива. спонтанно там и... Ну, а каждый дальше там может что-то придумать. А, безумная Пифия. Пифия! У нас Пифиозия появилась. Отлично! Итальянский Пифиозия. Вы кто? А он просто Марс. Я буду Марс-Тихопад. Марс. Марс. Вы знаете, у нас реальное имя этого существа. Он выглядит как человек, но это Марс. Сущность. Так что, Херман, Тройка-семерка-тус, как вас теперь называют? Херман. Я бы помню, если вы... Войнская невеста, это великий человек. Да? И вас как называть вот в этом собрании? Вы в хорошей компании, безумцев. Ну, Рефлексун. Рефлексун! Это новый вид Хома Сатиен. Можно быть член-корреспондентом Академии, чтобы дослужиться до этого уровня. Рефлексун. Вот мы все находимся на корабле дураков. Корабль плывет, согласно великой метафоре Феллини. Мы в хорошей компании. Вот начать наш круглый стол. Вы, кстати, тоже каждым мысленно можете придумать себе имя. Вот вспомнить свои безумные состояния, свой опыт безумия. Как вам обращались в этих состояниях друзья, близкие? Например, они говорят нам в этом случае, у тебя что, к крышу поехала? Ты чего, сбрендил там? Ну, ты там пень какой-то сегодня там. Да, то есть существует целая такая народная категория. Я об этом потом немножко поделюсь своим опытом. Это семантики безумия или психосемантики безумия в живом и великом русском языке. Но каждый из вас может вспомнить свой личный опыт безумия. Когда вы начали думать, что я схожу с ума. Я схожу с ума, и там песни идут, стихи и так далее. И у кого-то, у каждого из нас был какой-то свой личный опыт безумия или встречи с безумием. То есть мы встречали каких-то странных людей, где-то, как-то, начинали с ними общаться. Вообще, в прежние времена отношение к безумию было совсем другим в Европе. Об этом великолепно рассказывает Карл Густав Юнг в своей автобиографии «Воспоминания сны, размышления» о тех безумцах, которые были у него в родне. И сам он был, в общем-то, такой странный человек, как известно. Диссертация его была по парапсихологии. После этого он попал в психоанализ, долго там не задержался. Фрейд его вышвырнул за его книгу либидо и его метаморфозы, потому что он там уклонился от строгого метода, каким Фрейд хотел видеть психоанализ, и учудил, чего-то найдя в сновидениях своей пациентки, связь с крестным ходом и мистерией самого Иисуса Христа. Это было совсем уже ненаучно, хотя пациентка выздоровела, но это было совершенно ненаучно. И не похоже на строгие законы, в которые хотел поместить научный метод работы с душой Фрейд. Так что дальше были семь лет блуждания жизни на берегу, ну, обеспечен был юн человек, на берегу Женевского озера. И юнг тогда, как мы знаем, следовал бессознательному. Ну, надо чему-то следовать в жизни. Вот он был бессознательным. Он говорил, сознание может обманывать, Фрейд может обманывать и обманываться, но бессознательное никогда меня, Карла Густавыча, юнга не обманет. Он следовал и записывал все, что из бессознательного ему приходило. Это были рисунки, похожие на алхимические трактаты. Это было видение, это были теоретические модели. Из этого родилась новая психология, которая известна как аналитическая психология Карла Густава юнга. Потом ему подфартило, потому что одна из его пациенток была внучка Рокфеллера, которая подарила его миллионам долларов. По тем временам, начало 30-х годов, это сейчас примерно 100 миллионов. Ну и Фрейд завидовал всю оставшуюся жизнь Карла Густавичу юнгу за то, что у него все есть, а у Фрейда только кокаин. Ну и целая семья выброшенных из отцовского гнезда бывших учеников, которые тоже стали великими психологами, обоснователями крупнейших школ глубинной психологии. Опубликованы свидетельства вот этих путешествий, семи лет странствия, в обнимку с бессознателем, танец с бессознательными. Юнга называется это «Красная книга», то есть его психодуховный кризис, из которого, его безумие, из которого родилась одна из первоначальных и очень глубоких, актуальных по-настоящему ремешков глубинной психологии. Вот, коль скоро я заговорил о встречах с безумием, я хочу показать вам некоторых современных безумцев. Включите, пожалуйста, проектор, вот с которыми меня свела судьба. Это было не так-то давно, это было в Индии. Индия совсем другая страна, и вот я говорил о том, что у Юнга было и в родни, и вокруг много безумцев. Скажи мне, кто твой друг или родственник, я скажу, кто ты, да? И в России мы знаем целую череду произведений великой русской литературы. Откройте Гоголя, кто его герой? Коробочка, Собакевич, да и сама как, и Акаевич. Ух ты, говорит, мордашка, опять-таки, смотрится в зеркало, хлопает себя, и мертвый душик коллекционирует, надо же. Поэтому и Салтыков Щедрин, и Гоголь, и Пушкин чудил, как известно, да, ревновал. И, в общем-то, и великая русская литература, и искусство полны вот такого рода безумцев. Ну, что там русская, великая мировая литература. У меня есть целая серия книг, знаменитые чудаки и оригиналы нашего времени, древолюционных книг. И там описаны вот этот типажин, кто как чудил, кто как жил. Просто, если посмотреть современным строгим медицинским взглядом, сплошная клиника. В России был недавно выпущен вот такой целый том психобиографии. Один российский психиатр постарался. И вот прочитал жизнь порядка двух сотен великих творцов, ученых, художников, деятелей крупных. И каждому, каждому нашел диагноз. Диагноз. Каждому написал, в чем он, согласно современному медицинскому взгляду, сильно отклонился от нормы. Но в некоторых, в Азии, например, совершенно другие взаимодействия нормы и патологии. Потому что, ну, как хорошо показал выдающийся философ Мишель Фуко, у него есть несколько книг, посвященных исследованию безумия. Безумие клиника, рождение безумия в классическую эпоху, там дается вот генеалогия безумия. Тема безумия возникла, как особая тема в истории Европы, ну, не так-то давно, ну, где-то вот 600 лет назад, когда безумцы поначалу содержались в тюрьмах. Сперва тема нормы и ненормальности стала актуальной, нужно было разграничить. В свою очередь, норма и ненормалость возникла из представлений о ереси и бесовстве, связанных с христианством, с отклонениями от истины. Христианство – это монотеистическая религия. То есть, один бог, поэтому все языческие представления и верования, древние архаичные, шаманские, считались бесовскими, ненормальными. Но ведь талант в земле, как известно, не зароешь. И закрыть все двери, и переформатировать культуру, процесс восприятия, процесс взаимодействия с реальностью невозможно, даже на протяжении тысячи лет. Поэтому и в христианскую организацию сборки мира, то есть, как работает христианский редактор реальности, как работает программа восприятия в мире монотеистической религии, и все равно с черного хода и во все остальные щели, конечно же, проникали и другие картины мира, другая информация, другие переживания. Это каралось, объявилось ненормальным, бесовским. Вот на этой почве борьбы с ведьмами, борьбы с отклонениями возникло представление о норме, представление о тюрьме, оно шло развитие параллельно. И первоначально, в 15-16 веке, безумцы содержались в тюрьмах. Не было никаких психотерических. Затем в европейской культуре возникло представление о монстре, монстрах, чудовищах, халках, мистерах Джекилах и мистерах Хайдах. Вот такие вот проявления вампиров, ненормальности. И уже, как показывает Фуко, в результате культурной трансляции, обработки возникло представление о безумии, которое затем по мере формирования медицины, с одной стороны, стало все больше и больше исследоваться частью медицины, той часть, которая занималась душой, которая стала психиатрией. А с другой стороны, представление о безумии было тесно слито вообще с общей практикой контролирования жизни человека. То есть отношение к нормальному и ненормальному. И в этом смысле оно управлялось властью. Поэтому, как мы знаем, особенно жестко в тоталитарных государствах связь между безумием и властью, и проявлением этого явилась особая форма, например, советской психиатрии, когда в сумасшедшие дома сажали диссидентов и несогласных с политикой линии и партии. С линией партии. Это очень четко проявлялось. Вот это некоторые такие эскизы. И теперь вот к вопросу о безумцах, ну чтобы это было не слишком так вот одни слова, я хочу показать маленькую историю, которая произошла вот со мною, когда мы снимали фильмы из цикла «Мистические путешествия с Сударным Соколаем». Наша съемочная группа гуляла на побережье в городе Варанаси. И вот мы вечером гуляли, наблюдали, охотились, что называется, с кинокамерами. И произошла такая история. Там пел один израильский студент. Я там тоже спел романс. И какой-то невзрачный, суетливый человечек сунул какую-то бумагу, и мне исчез. И когда я стал читать, что он написал, в этой бумаге был гимн Варанаси, как месту городу Шивы. И какие-то потрясающие вещи. Мы стали искать этого человека, не могли его найти. А потом он сам нашелся и стал, в ответ на мои вопросы, стал комментировать этот текст, помогать прочитать. Там почерк был плохой. Я рассказывал режиссеру, там снимал оператор. И затем он пригласил нас, слово за слово, к себе домой, для того, чтобы передать главную тайну Индии. Вот посмотрите. С одной стороны, он, конечно же, типичный, с точки зрения Европы, городской шумасшедший. Но абсолютно шизанутый, не сдержанный, с зашкаливающими эмоциями, совершенно другие стереотики. С другой стороны, это типичный обитатель площади Варанаси. То есть там много таких. В Индии таких гораздо больше. С точки зрения Европы, ненормальных. Они еще не выловлены и не нормированы. Нет, ну там для них это нормально. Да. И с другой стороны, там будет момент в этом фрагменте, когда он, суетливый, какой-то такой непонятный, неуправляемый человек, начнет передавать нам сокровенные индейские знания о том, как видеть в каждом человеке, особенно в своих близких, то есть Бога и Богиню. И вот он покажет нам, как мужчина должен славить свою жену, женщину как Богиню, а женщина как мужчину, как Бога. Шива Парвати, модель такая космическая этих отношений. И тут в мгновение ока он превратится в самого великого Шива. Вы это увидите сейчас. Для меня это был очень такой важный опыт об Индии. Вот он. Вот он. Я там пою романс. Он попал в кадр. Он слышал наш разговор о том, что мы снимаем фильм о духовности. Я комментирую на нашу бумажку о том, что такое духовность. Здесь подпись. Духовность. Духовность. Это мой повест. Путь духа. Я хочу увидеть Варанасию. Увидеть первый урок. Вот там я что-то не смотрел. Вот он нашелся уже. Нашелся и мы с ним беседуемся. Я одевался. А работы как работают. Странно одеты. Он, кстати, преподаватель английского языка в колледже в Варанасии. Одновременно. Это не мешает. The seat of speech. У нас есть тело, воплощенное у нас есть горло, у нас есть мозг, у нас есть третий глаз. Это и есть Варанасия. Семя духовности. Вот я рассказываю. Вот здесь беседуем. То есть наполовину больше. Через буквально некоторое время он отвел нас в тайный подземный храм Шивы, который мы искали целую неделю до этого. Не могли найти. Варанасия. Он тут же отвел нас. Нет проблем. Вам нужен храм? Мы там засняли. Вот вам храм. Да, да. Он храм. Красиво. Мы идем дальше. Он пригласил нас к себе домой. Сейчас. Вот мы идем дальше. Алиссия. 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 Чао тебе. И сейчас он меня спросит, вот кантри Алифомы, с какой вы страны? Я сказал, Раша, и вы видите его реакцию. Интересный персонаж, да? По этим реакциям. Вот, кто их за что решет, мы пришли к нему домой. А пришли, и я... Вот мы пришли, и там картина Репина не ждали. Потому что, ну вот, маленькая бедная комната, где нету ничего, никаких вещей. Жена и любопытная дочка подросток смотрит, поначалу прикрывалась, потом уже забыла об этом. И они едут медитировать. И мир знает, что... Ну и он великое послание. Он хочет, чтобы мы, русские кинематографисты, телевизионщики, вот услышали, записали. Это очень важно, это чувствовалось. Два магнита, как мужчина и женщина. Да, мы притягиваемся, это древняя идея андрогена, притяжение мужского и женского полярности. Я промотаю. Вот он напоминает жене мантру, ом нама рамешая, рамешая нама ом. Вот как нужно славить. Рамешая это, значит... Посмотреть, как он изменится сейчас. Ом нама рамешая. Ом нама рамешая. Рамешая нама ом. Рамешая нама ом. Мебул ма. Это хорошо. Это раманда. Я спою, да, сейчас. Рамешая нама ом. Он опять спустился. Сима это ее имя, ом нама рамешая, и так далее. Ир, как эксперт, был Шива в нем сейчас? У него был не только Шива. Да, не только Шива. Видите, вот я тоже чувствую, что что-то в этот момент произошло, случилось. Я думаю, это было еще и Брахма. Поразительное преображение. И это было, наверное, одно из величайших переживаний о связи безумия творчества, священного, небесного и земного. И вообще вот о всей великом заповеднике, я бы сказал, духовности, которым является для всей остальной планеты Земля и Индия. Да, и одна из причин, почему нас так тянет в Индию, это то, что нам нужны ресурсы из этого заповедника, которые там более доступны, чем в тех местах, где мы живем. Я не хочу узурпировать все время, я вот сделал несколько, как говорят сейчас, вбросов информационных, немножко обозначил тему, и дальше я просто хочу, чтобы другие участники круглого стола, ну, прежде всего, соведущий Виктор Федорович Петренко, хотя бы пару слов что-то сказал там от имени своего персонажа Рефлексуна. Рефлексуну положено говорить уже, когда есть материал. Он же рефлексирует на... Да, хорошо, да, он сказал свое слово. Но с другой стороны может быть рефлексан, когда быть сам... Ну, я сум. И тогда я перескачу через мужчину, к Ирине, которая уже начала выступление, которое я так оборвал, так безумно оборвал. Безумно оборвал. Безумно, если сумма в порядке. Я когда слушала то, что вот рассказывала, показывала Володя, в такой ощущении, что безумие, оно вкусное. Там что-то такое, что это с чем-то очень хочется соединиться. И действительно, когда вот ты давал метафору, что мы все на корабле, вот, да, и мы все безумцы, на корабле быть замечательно. Внутри этого корабля, когда мы в этом состоянии, там все хорошо. Я вот представила, да, как быть теми, кто стоит на берегу и смотрит, как вот всех нас безумцев на этот корабль сажают. Со стороны это может быть страшно. И безумие, оно может пугать. И чем оно может пугать? Непонятно, как с этим иметь дело. Как с этим взаимодействовать. То есть люди, которые в этих состояниях, они в другой реальности, и контактировать с ними очень непонятно как. И вот в чем может помочь трансперсональная психология, по крайней мере, процессуально ориентированный подход. Есть методы и есть знания, как можно взаимодействовать с людьми в этих состояниях. И мы говорим о том, что люди, которые условно, условно, да, с точки зрения, там, клинической психологии находятся в состоянии шизофрении, это не больные, они находятся в канале мира. Вот как герой, да, который он показал в Мангоде, это человек, который связан с нечто больше. Он может быть не только в мире людей, он может быть в мире Шиева, в мире Брахмы, он может быть в других мирах одновременно. И благодаря менталитету Индии, такие люди там, они нормальные, да, они могут быть преподавателями института, и они одновременно могут себя вести так, да, как не ведут более-менее нормальные люди. В нашей культуре, если сейчас была бы такая реакция, спросила бы, да, откуда вы, да, и вот это был бы безумный такой всплеск эмоций, это вызвало бы страх, потому что это то, что не входит в нормы, ну, привычные, да, в обусловленную реальность, в нормы морали и привычного вот взаимодействия с людьми. И это отпугивает, и это вот, может, такая теневая часть трансперсонала, что когда мы идем в глубинное состояние сознания, это вызывает страх, потерю с обычной реальностью. и это то, что может удержать и не пустить туда. А каким образом можно взаимодействовать в этих состояниях? Можно доверять их процессу, доверять и понимать, что то, где они находятся и с чем они имеют дело, да, очень что-то важное для большинства людей, которые про это не слышат, не знают, либо не помнят. То есть идти за этим процессом, да, и быть в контакте с этим, а не пытаться от этого отстраниться. И понимать, что эти люди, они могут быть в самом деле в чем-то больше находятся в становических реальностях, чем в нашей повседневной. И вот когда, если мы говорим не про духовный кризис, не про умение быть в контакте с нечто глубинное, а действительно, да, когда это уже психиатрия, то в чем будет работа трансперсонального, либо процессуально ориентированного психотерапевта? Это уметь найти ту роль, ту часть человека, которую мы условно называем метакоммуникатором. То есть метакоммуникатор – это некое состояние, которое может понимать, сейчас я в мире драконов, сейчас я в пространстве божеств, а сейчас я в мире людей. И я могу быть и в мире драконов, и в мире божеств, и из этого мира я могу адекватно взаимодействовать с миром людей. И вот такие навыки есть у шаманов, либо целителей. Когда вот есть такой метакоммуникатор, который понимает, да, что если сейчас, я сейчас фантазирую, я сижу здесь и рассказываю про безумие, и при этом я вижу за вами возможных демонов, демонов либо ангелов. Если бы сейчас я начала вам говорить, да, а вот у тебя демон такой-то, а у тебя ангел такой-то, как бы вы меня восприняли? Как бы вы меня восприняли? Поставили бы мне диагноз, наверное, да? Как бы себя повел бы опытный шаман? Он может сидеть перед вами, он может видеть за вами демонов, может видеть ангелов, но он не будет про это говорить, если его про это не спросят, и он не будет понимать, что это адекватно этой реальности. И вот разница между шаманом и шизофреником будет в том, что и тот, и тот находится в других реальностях одновременно, но шаман понимает, как взаимодействовать с консенсусной реальностью людей, и как не пугать людей, как не отталкивать людей, а как свой дар использовать для того, чтобы идти в иные миры и находить там что-то, что может быть полезно для этого мира. А шизофреник, который находится полностью там, потерял контакт с этим миром, и самое основное, он даже не хочет возвращаться в этот мир. Володя, я не помню, ты помнишь, нет, очень давно, когда я еще была твоей студенткой и подходила тебе обучение, это было очень давно, это было в прошлом веке, на твои семинары приехала пара из одного органа, наверное, не буду идти с какого, они были психиатры, и муж был заведующим, да, я не стала специально говорить, да, муж был заведующим отделением, да, и его супруга была врачом в этом отделении. Они приехали, им так понравился метод, было все великолепно, они были такие вот, просто вдохновлены этим методом, уехали к себе в свою клинику, приехали к второй моду, говорят, слушайте, мы всех вылечили, у нас нет людей в отделении, это такой классный метод, почему его не используют, да, вообще везде, у нас все вылечились практически. Приехали они, а третий модуль, грустные, такие, что происходит в прошлом моде? Они почти все вернулись обратно, сами. Потому что, да, когда они находятся в отделении, им не нужно зарабатывать деньги, им не нужно иметь ответственность за свою жизнь, за своих близких, они могут быть свободными в своем безумии. А когда они вернулись в условленную реальность, там масса ответственности, там масса обязанностей, и это ограничивает. И в состоянии безумия им было проще. У них не было запроса, чтобы вернуться в нашу консенсусную реальность. В безумии действительно может быть вкуснее, там может быть интереснее. И проблема эта на самом деле возникает не у тех, кто находится в состоянии безумия, проблема возникает у тех, кто находится в обусловленной повседневной человеческой реальности. И это мы, скорее, их пытаемся спасти и вернуть в привычную нам реальность. И самое страшное для психиатра, если вы знаете, это поверить в бред своего пациента. И довериться этому. При этом, если посмотреть на очень многие буддистские изображения, там такое количество существ всевозможных данных человеческих изображений. Сущности и существ. И если послушать условно называемый бред некоторых пациентов, то, что они описывают, даже что они не связаны с тибетским буддизмом, будет очень похоже на этих существ. И вот для шамана нет вопроса, что это действительно существующие иные измерения. Но как мы с ними можем взаимодействовать? Убегать туда, убегать в эти иные измерения, потому что в мире людей не так свободно, может быть очень больно и невыносимо что-то. И тогда мы говорим про безумие и про шизофрению. Либо можно туда идти, и там делать нечто, и тогда это будет либо цивительство, либо творчество. Потому что у нас тема не только про безумие, а еще и про творчество. А чтобы сделать что-то новое, творческое, так действительно нужно выйти за рамки привычной реальности. Творчество, творец, это создатель. Но этот контакт с творцом и создателем действительно может привносить очень много красоты, глубины и новизны в мир людей. Но когда человек идет в эти иные измерения и оказывается там, у него есть осознанность и осознанная связь, что есть он как человек, а есть нечто, что создает весь этот мир. И он просто является транслятором этого нечто большего. И он-то может транслировать с уважением к консенсусной реальности, с уважением к измерению людей и не пугать их какими-то экстремальными проявлениями. И сейчас уже буду завершать, чтобы тоже не захватывать все время. Не пугаясь, не пугаясь. Мое мнение, как возникает творческое безумие, как возникает некое безумие у очень творческих, гениальных людей, у художников, если они забывают, что тот дар, та энергия творчества не принадлежит именно им. Это не они гении. Это не их индивидуальная особенность. Они канал. И то, что вообще есть много-много веков в измерении человечества, это энергия творца, энергия творчества. Это то, что они могут пропускать через себя и уникально, неповторимо, учитывая личностные особенности, проявлять это в мир людей. Но это не принадлежит именно им. Это не они, да, такие неповторимые, что они это проявляют. Вот осознанность, что энергия творчества, творца и этих иных миров, это просто то, что может проявляться через тебя, да, и ты не захватываешь это индивидуально, может дать защиту и может предохранить от того, чтобы это пытаться узурпировать, сделать своим, и тогда тебя это захватывает, и ты становишься неадекватным и опасным, либо пугающим обусловленную реальность и других людей. То есть памятование о том, что то, что мы называем творчеством, не может принять лично человеку либо целительство, да, либо более глубинное состояние, это то, что вообще всегда было, и дай Бог, будет в измерении человечества, и ты как, да, художник, ты как психотерапевт, ты как целитель можешь просто через себя это пропускать и делиться, и дарить миллион людей. Вот, наверное, для меня это один из главных предохранителей, чтобы не стать безумным целителем, безумным шаманом, безумным каким-то творцом, да, а умение ходить в эти глубинные состояния привносить на благо мира, красоты, целостности. То есть безумие самого себя ценности не имеет, да? Безумие – это иное пространство, иное пространство, куда можно либо убегать, да, и спасаться из этого измерения, где меньше свободы и ограничений, либо можно идти туда, и если мы его оттуда привносим в мир людей адекватно, тогда это большая ценность. Спасибо за эту обувь! Процессуальную безумие! Как Вас называете за нашим конвульсием? Просто Марс? Просто Марс, да. Вступлю как врач-психиатр, практикующий врач-психиатр, психотерапевт, и с обратной стороны покажу то, что о чем-то вкусно, красиво рассказывала Ирина. Это все, конечно, звучит вкусно, красиво, но в больничке-то как-то? В больничке совсем все невкусно, некрасиво, и психиатр просто не может идти во все это, о чем говорила Ирина, в эту красоту, в эту глубину, несмотря на то, что я тоже трансперсональный психолог, уже ушел от системы здравоохранения государственной, у психиатра нет на это времени и возможности идти туда вообще, во что ни было, кроме психиатрии фундаментальной. 4-6 часов работы, я бы 6-4 может в день у психиатра, для того, чтобы просто прибежать и убежать на ту зарплату, в которой он существует. То есть вся система здравоохранения и психиатрическая служба она не построена так, чтобы врач был заинтересован в размышлении о том, что делать. То есть проблема не в том, что трансперсональная точка зрения процессуальная, она не принимается специалистами. То есть на нее просто нет времени и возможности. То есть человек, который занимается душой, который занимается этой глубиной, на его зарплаты 20-30 тысяч рублей, несколько часов работы, он бежит просто потом дальше куда-то, отдачивает очередную ампотеку, кредит. То есть тут не до всего этого, о чем говорит Ирина. И то настоящее безумие, которое безумие, то есть я человек, который начинал работать в психиатрическом отделении, в остром психиатрическом отделении, в женском, мужском, подростковом, в детском. То есть можно сказать, что безумие то, там оно да, невкусно. То есть не всегда человек сам бежит в него и хочет убежать из социума туда, для того, чтобы получать пособие по инвалидности. Потому что все знают, что суицидальная степень в психотических делениях, она, то есть, ну там, 70-80-90% при выписке при рецидивах. То есть у меня много раз был у моих коллег, то есть от лечебного выпуска выходит на выходные, выписывает, наступает рецидив, и половина людей могут покончить жизнь, да? То есть они не кайфутят свое безумие, оно для них невкусно, они от него страдают. То есть это та, вот та картина, которая есть на самом деле. То есть это хорошо, что мы пытаемся заниматься, мы что-то делаем, но кто занимается? Допустим, когда я стал частным практикующим врачом, когда я ушел в систему, когда у меня есть возможность развиваться, когда у меня есть достаточно времени для того, чтобы заниматься процессуальной работой, трансперсональной. но с точки зрения государственной медицины, я занимаюсь, да, шаманизмом, целительством. То есть это не принимается медицинским обществом. То есть проблема, она, конечно, идет сферу. То есть политический строй, образование то, которое нам дают. Ну, сейчас, слава богу, мы немножко начали в Казани развивать, в Татарстане, там, в персональное направление. Мы сейчас при подготовке врачей-психиатров-психотерапевтов с прошлого года включили экзаменационные билеты. Вопросы третьего. Вопросы – это холотропная терапия. Сейчас мы уже врачам, мы вызываем билеты экзаменационные. Третий вопрос – это холотропная терапия, периментальные матрицы. Мы в последние два года начали что-то делать. Это не то, то есть, когда есть у меня желание включиться в государственное развитие, то есть там что-то делать. Но я не думаю, что есть желание у кого-то заниматься еще научной деятельностью, чтобы как-то менять в системе образования какие-то вещи. Спасибо. Спасибо, Марс. Запугал наш пыль, вообще говоря. И посадил на землю, вообще говоря, потому что, вот что я услышал, Марс говорит, коллеги конвульсию глубоко уважаемого, у вас, вы смотрите слишком романтично на безумие, вы его поэтизируете, а реальность-то, реальность-то, может быть, совсем другая. Ну, маленькую обратную связь. Сейчас, потом рефлексу, потом сказать, давай. Маленькую, да? А я абсолютно согласна с Марсом, что есть очень невкусная сторона безумия. Я помнишь, когда мы с тобой работали в Александровской клинике? В Питере. Мы работали рядом с отделением острых неврозов, и там, в самом деле, привозили людей в остром психотическом состоянии, которые считали, что люди в белых халатах – это крокодилы, а человек винили, и крокодилов нужно мочить. Или привозили студента филфака ЛГУ, который топором пытался постоянно разбить голову, потому что считал, что у него сидит дьявол в голове. И он, на самом деле, пытался этого дьявола в голове убить. И просто очень-очень кратко, да, один раз ко мне обратились мои знакомые из одного города, попросили посмотреть мальчика, который попал в очень серьезную ситуацию, и вследствие черепно-мозговых травм у него была поставлена психиатрия, шизофрения. Что произошло? Они со своим другом, приняв психоактивные вещества, поехали на Аркаим, если вы знаете, в Чернепридской области есть такое священное место, и там они гоняли на мотоциклах в этом измененном состоянии сознания. И оказалось, что, когда они остановились, они все были в мецепалитных клещах, и они дико испугались. И когда они гоняли по Аркаиму, это была еще весна, они очень много разрушили птичьих гнезд. Они были в состоянии безумия, они этого не понимали. И когда они остановились, убедились, что они просто все в этих клещах, они погнали в город, и по дороге они сбили целую семью, сбили насмерть. И когда они ее сбивали, они тоже облетели в кувет, и почему-то парень получил очень много всевозможных травм, в том числе черепно-мозговую травму. Когда мне ко мне его привели, у него в голове сидел дьявол, и этот дьявол говорил, что нужно всех убивать. И это было страшно. Но мне родители сказали, что, пожалуйста, делайте с ним все что угодно, разговаривайте с ним о чем угодно, но он не должен знать, что он кого-то убил. Он этого не должен знать. Вот это вы ему не имеете права рассказывать. Я отказалась от этого клиента. То, что у него дьявол в голове, было то, что он действительно убил людей. И это взаимосвязано. И то, что его мучила, та черная темная сторона психиатрии, это его собственное качество. И то, что могут делать трансперсонологи, действительно, я полностью согласна с массом, что в обычных условиях здравоохранения невозможен индивидуальный подход. Но если родственники хотят нечто большее для такого пациента, либо клиента, и есть возможность индивидуальной работы, то, конечно, учитывая особенности и в остром психотическом состоянии, процессуальным методом работать нельзя. Это абсолютно точно. Но можно идти за процессом клиента и понимать, что вот этот дьявол, который хочет убить, это собственная энергия этого человека. И давая осознание и мягко-мягко возвращая метакоммуникатор, каким образом, да, человек имеет эту связь, что он-то осознал, возможно, постепенно его адаптировать и возвращать в повседневную реальность, если он захочет. Если у него будет возможность за это платить, потому что та работа, которую мы делаем, то есть, которую мы можем делать, а среди вот те семьи, которые возвращаются и которые состоят в учете, мы знаем, какие они по финансовым возможностям. То есть, проблемы в этом, да? А вот я не знаю, как Кристина Дровка, конечно, создавала центры кризисной помощи, программы сперечивая между целью. Да, на чем они финансируются? Идеальная модель помощи людям, попавшим в кризис духовный. Ну вот, слава Богу, у нас в некоторых психиатрических больницах есть отделение первого приступа. Например, в Казани у нас есть, в ЖЭСКИ, где начинал работать в Удмуртии. Нет отделения, то есть, человек с первым приступом сразу попадает в хроническое отделение, где лежат и 5, 10, 20-летние со стажем. Хорошо, ну, в некоторых больницах есть отделение первого приступа, оно находится в психиатрической больнице, то есть в общей больнице, но там идет упор не на психиатрию, а на психотерапию. То есть на психотерапевтическую группу, там работает психотерапевт, применяя техники психотерапии с психотическими эпизодами, то есть эпизодами большой психиатрии. То есть если вот такая система будет выстроена хорошо, тогда мы можем не сразу гонять человека в фармакологическое лечение, лекарство, тогда мы можем применять техники практики психотерапии. То есть это все система... Либо совмещать. Ну да, ну да, и без совмещения, да, вот если вот это вот будет... Спасибо, коллеги, но мы не будем, наверное, грузить всех детальными, профессиональными. Если будет нужно, люди придут и все узнают. А сейчас хотел бы передать слово реплексу, ну, который уже имеет материал для своей темы. Ну, мне хотелось бы рефлексировать, развести эти безумия и трансовые состояния. С трансового состояния можно выйти. Высокое творчество. Можно войти, можно выйти, да? Можно пожелать. Я говорю о том, что это не... Не ставить знак равенства, не скажем, да? Я не врач, не практикующий психотерапевт, поэтому... Скорее, я сейчас буду комментировать из своего опыта кусочной магнитуры. Ну, вот, переходы в трансовое состояние могут быть в различных способах, начиная от танца. Кстати, когда я первый раз проходил холотротное дыхание, там положен сеттер, я просто встал и стал танцевать. И мне было... Я видел какие-то звезды, мне было очень интересно. То есть, трансовое состояние, один из входов в трансовое состояние, это какие-то ритмические переживания. Вот буддист крутит молитвенный барабан, правоверный иудаист у стены плача раскачивается в ритмическом. Вот мы с Владимиром Майковым были приглашены Робертом Фрейджером на Зикр. Очень интересные переживания. Ну, сам Робер Фрейджер – дико интересный человек. Он одновременный мастер айкидо, и суфист, и шейх, и очень бывший директор института трансперсонального психологии. Личность мне очень симпатична. Вот, так в Зикрике, когда, так сказать, и утритмичные движения и дыхание. Входишь в трансовое состояние, то есть еще один ход в трансовое состояние. Я первый раз попал в трансовое состояние, далекой молодости, и писал с кришнаитами несколько часов. Повторяя одну и ту же... Ах, вот как ваша молодость прошла! Нет, это было эпизодическое. Повторяя одну мантру... Хари Рама, Хари Рама, Хари Рама, Хари Рана, Хари Рана, Хари Рана... И так в течение нескольких часов, танцуя, вдруг неожиданно пошел мощный, можно сказать, попер, мощный вербальный ряд. Каких-то индуистских ассоциаций и так далее. То есть, необходимая остановка вербального сознания, она достигается тем, что эти повторяемые ритмичные движения или пропелы и так далее, да, останавливают привычный нам поток сознания вербального. Другой раз я пережил остановку вербального сознания, это на Синае, занимались йогой с Андреем Сидерским, это очень такая яркая личность в плане йоги. Все были слушатели в основном, то есть не в основном, а все с израильской стороны, это были профессиональные тренеры йоги, поэтому я, так сказать, был вне конкуренции, с другим знаком, и я очень сильно выматывался, я помню после очередного занятия, я просто прилег и мощнейший буддийский образ, то есть, вот это трансовое состояние, но в принципе, ну как бы вне какой-то культуры, я хочу сказать, что вообще трансовое состояние, которое я уже упомянул, там герембертурным пространствами описывается, там нет пространств и времени, в пределе нет и предметных форм, но, вот уж когда начинаются образы, это уже, так сказать, разные, некоторые из таких предметностей. Так вот, на Синае у меня были, так сказать, чисто буддистские ассоциации, если б я, например, где-то занимался в христианских храмах, так сказать, в исихадской традиции, то наверняка пошли бы, так сказать, в христианские образы, то есть, очень глубинный уровень, он вне, вне каких-то, так сказать, культурных форм, вне, потом начинается уже коллективная, бессознательная данной культуры, там, и так далее. Ну, вот в качестве такого интересного примера немножко расскажу о пережитой шаманской практике на Чукотке. Вот как стать член-корреспондентом, видите? Очень просто. Кришнаиты, Израиль, шаманизм, Чукотка, трансы. Но потом все это как рефлексум работаешь, и получается. Да, ну, конечно, конечно, докторскую, там, например, я получал и кандидатскую, не за эти вещи. Нет, ну, источником-то было все равно, там, глубинные. Нет, это наука, она менее, так сказать, живописна, но интересна. Вот. И там, на Чукотке, значит, общался с шаманами. Там, кстати, заброшенный маленький поселочек. Я вез маленькую этнографическую экспедицию со студентом Аскерамбаса, так сказать. Маленькая, заметели, вначале мы летели на самолете, потом не на вертолете, то есть все. Поселок, в основном чумы, деревянная из бушки, а так чумы. И на школьное население, в основном, пасет оленей в радиусе, там, 500 километров. Кроме оленей никого нету там, да. Медведи, медведей очень много. Женщины по ягодам кричат что-нибудь, песни поют, чтобы не делать. Мой приятель столкнулся с медведем, они оба ягодец в какого-то кустарнику сезонали, столкнулись, нос к носу. Один справа в другом следует. Ну, оба напугаются. Вот. И местные шаманы, кстати, водку там пьют очень много. Чукчи. Там чумчай, коряки, смесь. Ябрамовичи. Нет. Ябрамович не там. Ну, он же Чукосткой заведует. Ну, он в городе где-то там. А это маленький глухой поселок. Вот. И... И еще там заземляются. С белого. Значит, делегация вот эта вот поехала. Маленькая. Да, маленькая. Глухомань. Значит, общались... Я общался с шаманами. Кстати, вот северная мораль, она достаточно своеобразная. Там нет понятия... Немножко так расскажу. Понятия семьи в европейском смысле. Да? Вот община. Девушка может иметь ребенка там 17 лет одного оленевода, 18 другого, там так далее. Живут общины. Очень удобно. Это только прелюдия, вот к чему дальше собираюсь рассказывать. Дружатый секунду. Конечно. Вот. Кстати, например, интересный, так сказать, пример. Такую вот группу морали, да? Мы там с одним пожилым мужиком, там, с кинесткой, дружились. То есть, его называли мы. Я так, грустно скажу, дерьмовый дядька. Но, вообще-то, там хуёвый дядька. Почему? Он одного парня попросил сапоги отдать. Ну, там самому нужно было несколько. И он говорит, ты хуёвый дядька. Что ему сапоги? Ну, и так за ним закрепился уже. У этого дядьки, значит, было 7 или 8 детей. Все абсолютно нормальные. А жена была его первая дочка. Старшая. Ещё раз. То есть, у него женой была его первая дочка. Жена умерла, он взял... То есть, ну, он живёт вообще там в тайге. И там совершенно спокойно об этом отдается. Там спокойно отдается. И дети нормальные были, кстати. Никакого рождения не было. Вот. Вот этот дядька меня с шаманами познакомил. Шаманы потребляют мухоморы. Народ пьёт очень сильно. Но молодёжь боится мухомора. Там может быть молодой парень сидеть на холмике и рыдать. Потому что он мухомор попробовал. Ему кажется, что он высоко, в высоком столбе сейчас упадёт, распадётся. Там так вот. Ну, интересно. Я решил тоже попробовать. Значит. Мухоморы там такие, как вот, да, с боровиками. С ложкой, так сказать. Не такого. Более петельки. По вкусу похоже на свежую бычерыжку. Ну, я съел, не знаю, так сказать, дозировки. Кстати, старики обычно носят в ладанках сушёные мухоморы. Когда им надо какой-то перегнать сход, ну, в смысле, оленя на большое достояние, перекочёвка, то они используют. Как горка в перу там энергетизирует, да? Чук-чук. Значит, ну, вот я съел. Первое переживание – это удлинение ног и рук. Такое впечатление, что ты метров на двадцать можешь хватить рукой, быть метр, и стоишь на ходу ли. Ну, не очень приятно, сильно укачивает. Через некоторое время ощущение пришло колоссальной силы внутри. Такое впечатление, что ты стукнешь ногой, и мир содравнётся. Вот. И ты весь переполнен энергией. Я пошёл к местному домику деревянному, в котором был доминный клуб, и школы, и там молодёжь собиралась. Сделала группа молодёжи. Зачем, я не знаю. Сделал несколько пасов, люди вошли в глубокий депутат. То есть, какая-то внутренняя мощная энергия. О чём она возилась, я не знаю. Ну вот, забавный момент, в плане, так сказать, ну, человеческих отношений, скажу так. Я привёз студентов, и я был по возрасту, ну, старше, чем у нас, студенты, аспиранты. Я такие, дядька Черномор, привёз этих самых молодых рыцей. Естественно, будет ашатаж был и так далее. Но я по возрасту уже соответствовал, там, я не знаю, папе или дедушке, молодёжи. И тут вдруг всё женское, так сказать, население, которое сходилось, пришло на танцы эти, повышенный ко мне интерес, супер, так сказать, повышенный. То есть, какая-то внутренняя энергетика, которая в тебе есть, в данном случае искусственно вызвана, начинает притягивать к тебе женщин, симпатичных женщин. Кстати, вот смешение разных Чукчаевингов, коряков. Я нигде не видел так красиво, чтобы танцевали ламбаду, как в этом маленьком чукотском посёлке. Отрывайся ли? Он пластичный, очень красивый. Резюме, потому что у нас заканчивается, нужно ещё. Ну, резюме, что, по всей видимости, ну, всё-таки надо строить какую-то типологию трансовых состояний, потому что одни из них связаны с изменениями какими-то визуальными, другие связаны с работой с энергетикой, третьи, так сказать, с какими-то интересными галлюцинациями, и как бы все трансовые состояния сводить к божественному безумию не совсем адекватно. Но люди, которые занимаются психологией, философией, конечно, очень полезны. Да, кстати, не рекомендую вам повторять мои поедания грибов, потому что на следующий день я катался от боли в желудке, и было впечатление, что били кол, так сказать, в орудной части, очень больно. Шаманы пьют вообще мочу собственную, чтобы как-то в противояди, так сказать. То есть не рекомендую. В прямом смысле. Но я считаю, что философы, психологи, художники должны переживать трансовые системы. Академия наук СССР в России. К сожалению, к сожалению, наука достаточно непарадоксально консервативна. И когда ты в публикации делаешь шаг, так сказать, в сторону трансперсональной психологии, условно трансперсональной психологии, то это вызывает, так сказать, неприятие и опьянение. Террегрессию, да? Ну, ведь в Академии науки есть совет. По мракобесию. Ну, по антинауке называется. По антинауке, да. Мы опубликовали статью по общности, методологии, квантовой физики и коллективному бессознательному, и тот, так сказать, уже один академик прислал, что это, так сказать, ну, не мракобесия, а не антинаука. То есть, конечно, там есть и глубоко талантливые люди, и очень умные люди, но очень много и, как везде, Олег Шиновников. В любом плане, так сказать, хочу подчеркнуть, что человек, который занимается психологией и философией, и вообще гуманитарной, ему необходимо просто, так сказать, пережить, вот, ну, чем холосток и надыхание хорошо? У него нет привыкания к такому наркотику, да? А опыт трансового состояния дает вполне приличный. К примеру. Ну, разочек-то можно попробовать? Это пока что? Чуть-чуть красного. На личную ответственность. В общем, через транс к новым горизонтам. Совершенно верно. Спасибо. Спасибо. Как мы увидели, в этой такой широкой рефлексивной картины, которую глубоко уважаемый Рефлексун нам сделал, рефлексируя прессию на своем собственном опыте, ум человеческий имеет пределы. Ну, Академия наук это ясно представляет. Глупость человеческая беспредельная. И, может быть, как-то эту или свою новую тему предложит? В сути, я скажу, что глупость очень отличная. Это тоже. По сравнению с творчеством. Это вы по Академии наук смотрели. Герман, ваше слово. Не будем уж совсем оближать к Академии наук. Ну, что ж, я не психиатр, я психолог. Как известно, психологи работают со здоровыми или условно здоровыми людьми. А условно здоровые – это плохо диагностированные, как, наверное, некоторые психиатры. Или недообследованные. И что мне в этом контексте хотелось бы сказать, в контексте безумия и творчества. Когда я говорю о клинических случаях, то я вспоминаю, что для людей именно с психиатрическим диагнозом творчество становится способом самоисцеления. То есть в ряде случаев мы сталкиваемся с эффектом такой спонтанно возникающей арт-терапии, когда человек, имеющий психиатрический диагноз, ничего не зная об арт-терапии, начинает творить нечто. Начинает рисовать, начинает что-либо писать, начинает лепить, начинает делать какие-либо инсталляции, или устраивать какие-либо перформансы. В любом случае, через некий творческий акт, он разряжает внутреннюю энергию конфликта. Когда я речь веду о здоровых или условно здоровых людях, то я считаю, что, как предыдущие ораторы говорили, что для здоровых людей источником творчества могут быть целенаправленно вызываемые трансперсональные состояния. Потому что любой трансперсональный опыт, это все-таки опыт, связанный с выходом за пределы нашей нормальности, за пределы нашей привычной обыденности. И расширяя свои границы в этом трансовом опыте, мы получаем и новые знания о себе о мире, и новые рефлексии, новые навыки. И действительно нам очень часто хочется вот этот поток новизны, который мы получаем в управляемом трансовом опыте, каким-то образом контейнировать, утилизировать, каким-то образом, возможно, с кем-то поделиться. Но, как известно, есть два типа знания. Очуждаемое знание, неочуждаемое. Очуждаемое знание – это, собственно, информация какая-либо, которой мы можем с кем-то поделиться, а неочуждаемое – это опыт. Опытом поделиться нельзя. Мы можем поделиться только своим впечатлением об опыте, иметь персональный опыт, или поделиться с кем-то технологией для достижения данного опыта. И когда мы получаем свой собственный опыт, то есть некое неочуждаемое знание, то все, что мы можем сделать в контексте того, чтобы как-то поделиться с кем-то и самому как-то еще раз с этим опытом соотнестись – это начать творить. То есть чем глубже транс, тем, на мой взгляд, сейчас, может быть, немножко с горячей шутки скажу, чем глубже транс, тем ближе мы к состоянию такого демиурга, который творит собственную реальность. И получается так, что... Вот в этом контексте я хочу как раз вспомнить слова Владимира Козлова. Он говорил следующее, что человеческое сознание, оно подобно зверю, и этот зверь постоянно нуждается в питании. Этим питанием может быть как раз новый опыт, новые рефлексии, новые знания. И чем больше мы этого зверя кормим, тем больше этот зверь становится. И в какой-то момент уже зверь начинает испытывать скуку жизни, потому что он, имея достаточно богатый опыт, которым он кормится, он дальше уже знает, в чем ожидаемый сюжет. И я обратил внимание, что многие люди, которые попали и попадают часто в трансперсональный опыт, именно как шаманы. А шаман, в отличие от сумасшедшего, знает дорогу не только туда, но еще и обратно. И шаман его социализировал. Ну так вот, имея подобный опыт, люди с какой-то момента начинают скучать, потому что все предсказуемо, потому что для человека различные грани состояний, ну, во многом исследованы. Понятное дело, что там нет предела совершенства, нет предела исследований, там вообще дна нет у бессознательного. Но тем не менее, и что является выходом из этой скуки, из этой предсказуемости? Это творчество. То есть человек начинает творить, и в своем творчестве он начинает использовать те ресурсы, тот целительный потенциал, который он получал в измененном состоянии сознания. Ну, если коротко, то так. Спасибо, Херман. Ну, знаете, я так вот внимательно слушал, и как вы думаете, на кого похож больше всего Ферман? Подсказываю, подсказываю. Какой известный фильм? Мюнхгаузен. Последний фильм, самый кассовый фильм за всю историю Болливого. В Аватаре, помните, знаете, для чего там косички? Связь. Так что, девочки, берегитесь, которые в косичке, он может установить связь и начать контролировать вашу энергию. Кстати, где контроль, там нет безумия, там нет отдавания трансовому опыту, поэтому контролировать не буду. Отдавайтесь оба. Без контроля. Так, ну, это, конечно, шутка. Шизовика-затейника. Это такая моя роль за этим конвульсием крупным столом. То есть, я немножко ерничаю и развлекаю вас. У нас осталось всего лишь 6 минут, поэтому по частнику, каждому по одной минуте для поведения таков. Одну минуточку, да, совершенно верно. Сразу, во-первых, я как бы такие вот точки. Когда говорила Ирочка Зенгерман и Марс, я хочу просто напомнить, что есть разное безумие. Есть безумие клиническое, есть безумие творческое. Об этом просто надо всегда помнить и правильно к этому относиться. Второе. Я хочу сказать о том, что есть такое очень хорошее выражение, что при всех творческих вопросах и трансперсональных практиках анатомию и физиологию никто не отменял. И это надо всегда помнить. Поэтому чем глубже вы хотите пойти вверх, условно говоря, тем больше нужно заниматься, грамотно заниматься своим телом для того, чтобы создать хорошую платформу и для того, чтобы, расширив вот эти границы творческого безумия, не стать клиническим пациентом психиатрической больницы. А то, что вот, и то, что Шарман говорил, и то, что мне не нравится, как звучит рефлексом, но тем не менее, я просто хочу сказать о том, что есть не только шаманские техники. Очень много наших техник трансперсональных, которые называются модальностями, и в том числе я обратила бы особое внимание на психотелесные и телесно-ориентированные, это две разные вещи, они дают большие возможности для безопасного вхождения и грамотного выхода в трансовые состояния и возможности, переживая трансперсональный опыт, затем это проявлять в своем творчестве. Кстати, в любом виде, не только в художественном. Вот это очень все. Только 4,5 минуты, да? Одну минуту. У меня прошлый год лично был очень непростой, и на удивление, то, что мне помогло, это внезапно появившееся очень большое творчество в моей жизни. Действительно, был очень большой кризис, и то, что я к ним сделала, я поехала, купила любимые самоцветы, я всегда любила камни, купила всевозможные устанавливающие свебреную фурнитуру, и пошло такое женское творчество, и это было огромным ресурсом для прохождения тяжелого, непростого периода в жизни. И когда сейчас у меня тоже такой непростой период, связанный с эмиграцией, творчество, кисточки, краски, умение что-то создавать свое, кроме психотерапии, руками, это сейчас огромный, огромный союзник. И вот когда сейчас я приехала в Москву, первое, что я сделала, я поехала в художественный магазин за новыми красками, это действительно то, что может очень-очень давать вкус жизни, стимул жизни. И творчество – это огромный-огромный такой психотерапевт, который может быть рядом в любой момент. У нас сейчас нас на землю. Нет, 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 я теперь это, я уже один раз сказал. Венерия. Я же все-таки трансперсональный. Мне нравится фраза Савидор Дали, то есть она у меня идет как по жизни таким вот сурганом, лозунгом. Он сказал, что даже самый грамотный психиатр в мире никогда не сможет провести грани между безумием и творчеством, между безумием и гениальностью. То есть и как бы какая бы ситуация ни была в жизни, такой человек бы не обращался, я понимаю, что на самом деле никто не сможет сказать на самом деле то есть куда, какой процент в безумие или в гениальность именно от чего-то клоняется. Сам я в детстве, еще в маленьком детстве сам какое-то время постоянно учил психиатра. То есть, ну, наверное, благодаря родителям, вздевянным поведением, таким вот, когда я уже сам по дружескому детению работал, как понимал, что если бы я жил в нашем городе, возможно, был тоже для проведения в отделении. Вот. Очень большую роль, конечно, играет наша семья то, какое отношение, как она относится к безумию своих детей, к безумию своих родственников и от этого очень много зависит. И в своей работе психиатрическая, психотерапевтическая, трансперсональной, все пришел все-таки к выводу, то есть, чтобы не сойти с ума по-настоящему, клинически, нужно сходить с ума систематично в определенных местах наблюдения обводников, руководителей, как вариант, да, грибы, холотропное дыхание под руководством. То есть, если это делать правильно, строго отведенных местах, то не наступит клиническое безумие. Но вообще есть такая врожденная потребность в этом у человека. Да, конечно. То есть, биохимически наши рецепторы, наш дом на мозг так работает. У нас есть рецепторы к мисковину, к мусковину. То есть, у нас есть рецепторы в голове. Человеку нужен транс, да? Чтобы жить, и человеку нужен транс. Быть нормально. Конечно, спонтанно человек восстанавливается только в трансе. Мы должны сходить с ума правильно, чтобы не сойти с ума по-настоящему. О! Грамотно! Кто хочет еще? Я хотел продолжить то, что Марс сказал. Причем, до того, как ты начал наступать, у меня в голове крутилась именно та же самая идея о том, что нужно грамотно сходить с ума и попадать в состояние контролируемого безумия. И именно контролируемое безумие с одной стороны убережет нас от клинического безумия, с другой стороны даст нам возможность вырабатывать внутренние ресурсы, а также решать внутренние задачи, которые мы чаще всего называем проблемами. И я считаю, что любой человек, он в принципе не должен бояться измененного состояния сознания, потому что мы и так каждый день сталкиваемся с измененными состояниями сознания, иногда не замечая их. Но если у нас есть грамотный набор инструментов, которые могут нас развивать, лечить, продлить нам жизнь, делать жизнь более интересной и вкусной, то этим набором инструментов мы можем пользоваться, реализуя тот самый целительный потенциал измененного состояния сознания. Так что, говоря про такую вот, ну так сказать, говоря, что хорошо бы было бы впускать в жизнь вот этот вот поток новизны, связанный с измененными состояниями, я хочу еще отдельно сделать акцент на то, что студенты, а здесь много студентов в этом зале, студенты-трансперсонологи, многие студенты боятся этих состояний. Так вот, я вас призываю, не бойтесь. Хороший трансперсонолог это тот, кто испытал разное погружение в разное состояние. Поэтому в какой-то момент я полагаю, что количество разнообразного безопасного опыта может перерасти в качество нового выработанного то есть не только секс может быть безопасным, да? Не только секс, кстати, секс это естественный способ достижения измененного состояния сознания, который весьма терапевтичен. И хороший оргазм это уже другая история, иначе у нас была прошлогодняя конференция. Это да, это прошлогодняя конференция. Поэтому дальше я отдаю слово. А я свое слово хочу передать моему другу американскому остеопату, человеку, способному работать в потоке с пациентами. Мануэль, вот твое восприятие. Интересно, что каждый докладчик что-то добавил к тому, что я ощущаю и к тому, что я практикую. Мне очень интересно, что Володя сказал, он говорил о духе и о дыхании. Я достигаю и я обучаю трансперсональному состоянию через дыхание. Слово, которое здесь не прозвучало, это инициация. То есть я не только сам вхожу, но я могу инициировать своих студентов таким образом, что они хотят мне этого или не хотят, они входят в такое состояние. Мануэль, завтра на мастер-классе вашему это возможно будет инициироваться? Нет. Это требуется подготовка, да? Нет, я просто не захочу, потому что огромная сила, она может быть использована в мирных целях и в целях продвижения собственного эго. На свои семинары я зову только определенных людей. Обычно это доктора и лицензированные остеопаты. У меня были определенные опыты, когда кто-то после моих семинаров эту силу использовал для продвижения своего собственного эго. Это раз. Потом мне очень понравилось, что Ирину сказала. Она говорит о том, что творчество творчество это не только создание искусства, а это как бы умение жить и радоваться. В моей работе творчество моих пациентов и моих учеников это здоровье. Быть здоровым, чтобы быть здоровым надо быть то есть я помогаю найти здоровье и для моих пациентов это творчество. То есть в каждый мой пациент у меня не может быть шизофреников пациентов потому что у них нет цели. Не обязательно у них цель, которая совпадает с улучшением их жизни. Если во время моего сеанса они будут считать, что их надо разрубить голову топором, то не ремень не ремень и разрубить в , то вы что